Всем привет ребята, меня зовут Богатейщи Ди и добро пожаловать в новое видео. Я не планировал снимать этот ролик, я работал над большим видео на вечер, но тут случилось это. Я подумал, что это достаточно важно, чтобы быстро, экстренно выйти в эфир. Хочу показать тебе этот отчет о резервах стейблкоина от Coinbase и Circle USDC. На данный момент это второй крупнейший стейблкоин на рынке и он в большой опасности. Его коллапс может стать хуже, чем крах Терра Луны. Надеюсь, что они справятся с этой ситуацией так же, как Binance USDC справился с атакой SEC против Baxos. Посмотри на этот абзац. Резервы, обеспечивающие привязку USDC к доллару США, хранятся в таких банках, как Bank of New York Mellon, Customers Bank, New York Community Bank, Signature Bank и теперь самое главное Silicon Valley Bank и Silvergate Bank. Silvergate Bank недавно объявил о неспособности продолжать свой бизнес и самоликвидировался. А сегодня, буквально час назад, стало известно, что Silicon Valley Bank потерпел окончательный крах. Потому что не смог привлечь финансирование. Ни правительство, ни другие банки не помогли ему. Почему это важно для USDC? Потому что, несмотря на то, что в своем последнем отчете о резервах они указали банки, где хранятся обеспечения их стейблкоина, они не раскрывали, сколько их там было. Но все начали разгонять слухи, что это было 9,8 миллиарда долларов. Мы об этом поговорим под конец видео. В пятницу, то есть вчера, Silicon Valley Bank был закрыт регуляторами. И доступ к этим деньгам и резервам был потерян. На этом фоне крупные биржи начали вводить запреты. Так, Coinbase временно приостанавливает конвертацию USDC в USD на все выходные, пока закрыты банки. Binance, в свою очередь, временно приостанавливает автоматическую конвертацию USDC в BUSD из-за текущих рыночных условий, особенно связанных с высоким притоком USDC на биржу и растущим давлением на биржу из-за поддержки этой конвертации. Секол, наконец-таки, нарушили молчание и заявили следующее. SVB является одним из шести банковских партнеров Секол. Это, кстати, не совсем правда. Их не шесть. Мы храним примерно 25% резервов USDC там. Пока мы ждем ясности о том, как передача активов SVB в управление FDIC повлияет на ее вкладчиков, Секол и USDC продолжают работать в обычном режиме. Короче говоря, Секол надеется на то, что FDIC, агентство по страхованию депозитов США, вернет им их деньги из закрытого банка SVB. Что ж, это вполне может произойти. Но в любом случае эти новости привели к обвалу USDC. Ой, он прямо на моих глазах еще упал. И сейчас он торгуется на уровне около 82 центов вместо одного доллара. Также теряют привязку к доллару и стейблкоины, часть обеспечения которых находится в USDC. Например, DAI, который теперь торгуется с 90 центов, уже 89 центов. Какие еще стейблкоины зависят от USDC? По мере того, как USDC теряет привязку к доллару, следующие стейблкоины находятся в опасности из-за того, что слишком сильно полагается на USDC в плане резервов. В частности, фракс в зоне риска, так же как и DAI. И не будет сюрпризом ни для кого, если они еще больше провалятся по отношению к доллару. Наименование остальных стейблкоинов ты видишь на этом скриншоте. Внимательно их изучи и постарайся держаться от них пока что подальше. Да, риски для USDC большие. Однако, сейчас я расскажу тебе, почему все СМИ сейчас сильно преувеличивают проблему. 9,8 миллиарда долларов обеспечения USDC хранилось в Silicon Valley Bank? Хм, да как бы не так. USDC имеет 11,4 миллиарда долларов обеспечения в 7 разных банках. В 7 разных банках? А что же нам заявили сами Сёкол? Они сказали, что у них 6 банковских партнеров. Не знаю, зачем они соврали, но вот так. В любом случае, два из этих банков это Silicon Valley Bank и Silvergate. B&E Mellon, вероятно, владеет большей частью активов USDC. Итак, если, как говорит Сёкол, 25% находится в СВБ, а коллапс от СВБ составляет 92% в агрессивном сценарии, то обеспечение USDC сокращается на 182 миллиона долларов, что легко поглощается балансами компании Сёкол. То есть, кажется, ничего такого страшного произойти не должно. Однако, единственной проблемой в этом случае может стать ликвидность. Точнее, ее нехватка. Да, Сёкол не держал 9,8 миллиардов долларов в СВБ. Они держали 8% своих резервов в этом банке. Это 3,3 миллиарда долларов, по словам компании Сёкол. Но если не будет ликвидности, это может стать проблемой. И 3,3 миллиарда долларов на самом деле огромная дыра в финансовых отчетах. Кстати, если ты забеспокоился о тезере USDT, а вдруг у них тоже были какие-то резервы в СВБ? Что ж, они уже заявили, что у них не было ничего в Silicon Valley Bank. Видимо, поэтому мы и видели вот такой приток капитализации именно в тезер. Скорее всего, они просто отобрали кусок капитализации от USDC. Я уже не раз предупреждал тебя еще с тех пор, как начались панические нападения на тезер USDT и Binance USD, что нельзя держать все деньги в одном стейблкоине, нельзя держать деньги на одной бирже, нельзя держать все яйца в одной корзине, даже если название этой корзины – тезер USDT. Вообще, тенденция складывается такая, что скоро безопаснее будет держать свои деньги в биткоине, чем в стейблкоине. Ну да ладно, увидимся с тобой вечером в новом большом видео, в котором я разберу последствия коллапса СВБ и Сильвергейт банков, а также то, почему ФРС США находится на грани банкротства, как ни странно. Поэтому подписывайся на канал, ставь лайк и увидимся. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова